Всем привет! 72 региона России готовы посадить людей на самоизоляцию, готовы ввести локдаун уже сейчас и где-то он и произошло, где-то вот в данный момент происходит, ну какие-то регионы, какие-то города вот с этим столкнутся в обозримом будущем, но то, что вот 72 региона заявили о готовности уйти на самоизоляцию, вот это вот на самом деле несколько печалит, потому что, да, нам объясняют, что, ребят, ситуация с заболеваемостью, коронавирусом очень неутешительно, цифры печальные, цифры страшные, количество заболевших выросло уже до 30 тысяч почти в сутки, то есть вот на такой уровень мы вышли, по числу смертей мы вышли вообще на первое место в мире, там порядка тысячи человек в день уже умирает, поэтому, ну вот это от безысходности скорее делать нечего, вот мы решили, ну да, непопулярное решение, но лишь бы люди здоровы, а я, тем не менее, вы знаете, считаю, что все-таки эта история не про здоровье, я считаю, что эта история все-таки больше навредит, нежели поможет нашим гражданам, сейчас все объясню подробнее, это реальная журналистика, коротко о главном, сегодня поехали! До начала предлагаю вернуться в июнь текущего года, когда Пенсионный фонд России озвучил страшные цифры, очередной антирекорд такой своеобразный, очередной рывок у нас, да, оказалось, что за последние три года, особенно вот за время пандемии, мы потеряли 1 миллион 216 тысяч граждан пенсионного и предпенсионного возраста, более того, только в 21 году за 5 месяцев, 21 года с января по июнь у нас умерло почти 600 тысяч человек, да, вот старшего поколения имеется в виду, если кто-то не понимает, да, что это за цифра такая замечательная, ну, раньше, вот этот показатель, в допандемийные времена, ну, он где-то был на отметке 200-250 тысяч в год мы теряли, человек, а тут только за 5 месяцев 600 тысяч, ну, если вот так погоду посчитать, если тенденция сохранится, то почти миллион мы потеряем в этом году, ну, это тушите свет, да, кто-то мне сейчас скажет, ну, а что ты хотел? Пандемия, коронавирус, вот вам с экранов телевизоров ежедневно говорят, что надо вакцинироваться, потому что это страшная болезнь, от которой люди умирают, о вакцинах поговорим чуть позже, а по поводу виноват ли в этом коронавирус, вот тут я бы, наверное, поспорил, по одной простой причине, что если бы виноват был только коронавирус, да, то, наверное, похожая ситуация наблюдалась бы по всему миру, во всех странах, но она наблюдается только в России. Во всех остальных странах, в принципе, показатель остался до пандемийном уровне, да, там чуть-чуть увеличилась смертность, вот, но совсем чуть-чуть, там, небольшая погрешность, у нас же, повторюсь, там, в три раза, в три раза уже подскочила эта цифра, да продолжает расти, видимо, не только в коронавирусе дело, и вот тут я готов объяснить, как я считаю, как я это вижу, а я вижу во всем этом безголовость наших властей, бестолковые решения, которые они принимают, и самоизоляция, это одно из бестолковых решений, ну, давайте, чтобы совсем понятно, чтобы совсем на пальцах вспомнить, что нам говорили с самого детства, что нам говорили с самого, что нужно, чтобы ты был здоров, чтобы тебе никакая зараза не липла, ну, во-первых, хорошо питаться, но больше двигайся, да, движение это жизнь, больше гуляй с детства нам говорили, бегай, прыгай, занимайся спортом, да, тем же людям пенсионного, предпенсионного возраста, ну, если вы уже по состоянию здоровья не можете бегать, прыгать, заниматься спортом, ну, ходите, то есть не на лавочке сидите, а ходите, поставьте себе какую-то планку, вот я, например, за этот день должен пройти, там, сделать, там, тысячу шагов, и каждый день проходить тысячу шагов, тогда вы дольше проживете, дышите свежим воздухом, по возможности гуляйте где-то в парках, в скверах, это очень полезно, по возможности проводите время на солнце, если есть возможность съездите куда-нибудь, в какой-нибудь санаторий отдохнуть, потому что это полезно для здоровья, солнце, воздух и вода, грубо говоря, наши лучшие друзья, и, да, в подтверждение вот этой вот моей теории, ну, можно вспомнить хотя бы где у нас живут самые такие долгожители, простите за тавтологию, да, в горах Кавказа, да, где-то там в Карелии, да, где-то в Забайкалии, там, где природа, там, где воздух, там, где солнце, где самая низкая продолжительность жизни, да, где-то на севера, где 11 месяцев зима, где никакого солнца нет, где люди вынуждены сидеть в четырех стенах, хотя там уже в 40 лет люди инвалидами становятся, ну, за это им за вредность там доплачивают на производстве, если они на каком-то работают, вот, и это понятная абсолютно история, что же нам говорят сегодня чиновники, нет, говорят они, вот это все прогулки, парки, солнце, это вам все не надо, вот идите залезьте в четыре стены, сидите там в четырех стенах, дышите пылью, все передвижения от дивана до туалета и обратно, мы заботимся о вас, о вашем здоровье, а в итоге мы получаем 1 миллион 216 тысяч человек ушли в минус, их больше нет с нами, вот, пожалуйста, мы досиделись до самоизоляции, да, я говорю сейчас о пенсионерах, кто-то мне вот скажет, ну, подожди, подожди, самоизоляция была всего там три месяца, да, она была всего три месяца для нас с собой, а старики-то, они все это время ведь были на самоизоляции, чтобы не быть голословым, я вот могу привести простой пример, вы знаете, да, я много рассказывал, что у меня мама, в общем, в возрасте ей 70 лет, я помню эту первую самоизоляцию, когда к третьему месяцу у нее повылезали буквально все болячки, не связанные с коронавирусом, кстати, у нее началось какое-то давление, у нее начали случаться приступы сердечные, там была парочка, в течение там трех месяцев, да, у нее начали отекать ноги, руки, у нее начала болеть голову, у нее все начало болеть, вот я тогда наплевал на всю эту самоизоляцию, просто посадил маму в машину, и мы ее вывезли, значит, на дачу в лес, и вот чудо, буквально через пару недель у нее перестали вот эти вот, пропали все эти боли, пропали все эти, все эти отеки, нормализовалось давление, все вернулось в норму, вот вам простой пример, то есть, я думаю, тут не надо быть даже врачом, чтобы понять, да, что природа, она и в Африке природа. Ну и что касается вакцинации, слушайте, обратите внимание, вперед, пока эта вакцина не появилась, то есть, в прошлом году они объявили только вакцинации, в августе 20-го года число заболевших было существенно ниже, сегодня, значит, появились вакцин, у нас их, насколько я понимаю, уже 4 в стране, а людей прививают, и не надо мне говорить, что у нас маленький процент людей привит, Голикова на прошлой неделе сказала, 42 миллиона человек у нас вакцинированы. Мало это или много? Ну давайте приведу другой пример. Чтобы вы понимали, в 2018 году за Владимира Путина проголосовало 53 миллиона человек в абсолютных цифрах. И нам говорят, абсолютное большинство россиян поддержало, значит, Владимира Путина. Да? То есть, это что получается? 53 миллиона человек – это абсолютное большинство россиян, а 42 миллиона человек – это вот маленький процент, что ли? Ну что за бред? Это, во-первых. Во-вторых, я не буду говорить, да, что вакцина – это плохо, наверное. Кому-то она может быть и нужна, но давайте согласим, что далеко не всем. Зачем колоть всех и каждого? Есть организмы, но у всех разные. Кто-то более здоровый, кто-то менее здоровый. Я вот, например, последний раз был у врача лет 20 назад. Лет 20 назад, да, я вот это вспоминаю. Это было где-то в армии, когда я лежал в госпитале. С тех пор я не болел острыми респираторными заболеваниями, ну или почти не болел. Там, если бывали, там сопли вылезали, то не на таком уровне, что я обращался к врачу. Если я обращался к врачу, то есть там у меня пара травм спортивных из юности. Вот с ней в основном обращался. Я обращаюсь еще в периоды диспансеризации. Там я раз в два года ее прохожу, сдаю анализы. Это легко проверяется. У каждого из нас есть две такие карточки. Одна – это карточка обязательного медстрахования, другая – это карточка пенсионного фонда. И когда человек приходит в больницу, неважно, в свою районную или в какую-то платную, где-то там на другом конце страны, одну из этих двух карточек у него просят. Без них вас просто не примут даже за деньги. Поэтому это легко проверяется. Делается запрос из того же Роспотребнадзора «Вперед из песней». Тебе дадут все мои похождения по всем клиникам за всю историю, начиная с 1991 года. Поэтому зачем мне, человеку, который в принципе не болеет, разрушать свой иммунитет, колоть что-то, колоть этот компонент вируса? Я не знаю, как мой организм себя поведет в отношении него. Но если я ничем не болел 20 лет, то как вы можете вносить меня в группу риска? И есть люди, которые действительно ветерочек подул, они заболели. Но с ними тоже надо разбираться, из-за чего болеют. Может, плохая наследственность, может, что-то еще. Может, плохо питаются. Может, ваша самоизоляция в этом виновата. Нельзя вот так вот так галотеть. А в конце концов, почему это происходит? Мы все прекрасно знаем, почему. Еще раз повторю. Потому что чиновники у нас безголовые, которые занимаются медициной в России. Кто у нас курирует медицину в России? Вице-премьер Голикова, которая ни одного дня в своей жизни не работала врачом. Кто у нас сегодня является министром здравозахоронения? Господин Мурашко, которого как врача тоже никто не знает. Кто у нас сегодня возглавляет Роспотребнадзор? Кто у нас главный государственный санитарный врач? Госпожа Попова. Откройте ее биографию, почитайте. Сколько в своей жизни она, в принципе, работала врачом? В 1984-м закончила Ростовский институт, поработала немножечко врачом. И то последние несколько лет она работала на руководящей должности в Буденновской больнице. Все с 1994-го года этот человек на чиновничьих должностях. То есть, это чиновник. Это люди, у которых нет, либо совсем нет опыта медицинского, либо вот такой вот малюсенький. И вот эти люди волят нам какие-то локдауны, от которых мы в итоге получаем минус миллион двести шестнадцать тысяч пенсионеров, уже получили. А что получим в обозримом будущем? Что касается, кстати, да, экономической составляющей вопроса, но сегодня уже просто нет времени об этом говорить. Хронометраж, он не резиновый, но обязательно на этой неделе вынесу это, скорее всего, даже в программу, в реальную журналистику. Все. Переваривайте. Спасибо, что вы слушали. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.